Ко встрече с главой района, руководители и сотрудники учебного центра школы дополнительного образования подготовились заранее. Валерию Гаврилову были предложены некоторые проекты, которые сегодня можно назвать актуальными. Сначала разговор коснулся индустрии туризма. Дмитровский район в этом плане очень богат, нам есть что показать, но вот качество предлагаемых услуг не всегда на должном уровне. Учитывая, что сейчас набирает обороты тема внедрения профессиональных стандартов, и мы, так скажем, знаем инфраструктуру Дмитровского муниципального района, это в основном индустрия гостеприимства, мы начали работать в этом направлении и вышли с предложением главе организовать обучение индустрии гостеприимства по требованию профессиональных стандартов. В рамках этой работы мы организовали приезд сюда президента Федерации рестораторов-этильеров Игоря Бухарова, он посмотрел инфраструктуру, ему очень понравилось, и был намечен некий план действий, по которому мы начали работать. Все, что касается развития индустрии туризма, глава района всегда поддерживает. Так и это предложение Валерий Гаврилов одобрил. Учитывая, что учебный центр располагает и помещениями, и педагогами, этот проект стартанет быстро и продуктивно. Как отметил глава, району нужны профессиональные кадры, и не только в индустрии туризма. В продолжении этой темы Валерий Гаврилов затронул тему профориентации школьников. Предложил составить районную программу совместно с управлением образования, которая подразумевала бы в рамках учебного процесса находить время для прохождения школьниками часов по профориентации. Директора учебного центра Игорь Никитин и Владислав Мартыненко рассказали, что ими уже создан кадровый центр, который как раз занимается вопросом профориентации. Кадровый центр уже занимается этой тематикой, темой профессионального образования. Это так называемый сканер. Он сканирует рынок и смотрит, например, приходит человек, и наш специалист уже определяет, может быть, ему нужно подучиться, направляет его в учебный центр, человек соглашается. Потом, соответственно, мы можем его трудоустроить. И на этом этапе как раз и происходит тема профориентации. И мы дальше ее готовы развивать, учитывая, что глава оказывает такую поддержку. В завершении встречи главе рассказали о некоторых проектах, которые в скором времени будут реализованы в школе дополнительного образования. Один из таких проектов называется «Пока мама учится». Проект специально для молодых мам в декрете. Мы планку будем расширять, но мы двигаемся последовательно, шаг за шагом. То есть используем свой внутренний потенциал. Будет увеличиваться количество, так скажем, тех продуктов, которые мы будем презентовать. И жители города и района не только смогут ими воспользоваться. То есть мы за качественное образование и за профессионализм. Спасибо.